Меня зовут Сона Авсипян, я таролог и нумеролог-консультант. И сегодня я предлагаю сделать небольшой расклад на картах Таро на тему, что ждет нас и Россию. Я разложу семь карт, и мы с вами посмотрим, какие энергии и события будут сопровождать нас в 2024 году. Так, ну что, год мне видится, конечно, очень непростым для всего мира, но для России он будет крайне благоприятным. Мы видим здесь карту «Звезда», и она нам говорит о том, что Россия находится под счастливой звездой. Карта «Башня», те события, которые могут потрясти все человечество, в какой-то момент будут выгодны для России, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Далее мы с вами видим карту «Сила», и она нам говорит о том, что нам не стоит бояться каких-либо громких негативных новостей. У нас с вами есть все для того, чтобы справиться абсолютно с любым вызовом. Если мы будем с вами сохранять спокойствие, не впадать в панику и в стрессовые ситуации, то, сохраняя и соблюдая определенные правила, мы справимся абсолютно. Очень важно сохранять осознанность и уметь видеть, слышать истину. И тогда у нас с вами все получится. Далее у нас «Тройка кубков». «Тройка кубков» говорит нам о том, что ни в коем случае не стоит конфликтовать. Именно объединение принесет большую пользу для наших семей и для страны в целом. Карта «Суд» говорит про единство, про создание и сохранение семьи, про сохранение родовых традиций и традиций народа в целом. Поэтому единство – это именно тот путь, по которому мы должны с вами двигаться в Новом году. Дальше мы с вами видим карту «Иерофан». И, безусловно, эта карта нам говорит о том, что Россия в Новом году и в будущем в целом займет лидерскую позицию, духовного лидера. Наша страна будет нести мораль, семейные и родовые ценности. И это та страна, которая оставит все старое в прошлом и будет строить новый мир, новую жизнь и новое мировоззрение. Далее мы с вами видим карту «Влюбленные». И она нам говорит о том, что в начале 2024 года у нас с вами предстоит выбор. И какой бы то он ни был, несмотря ни на что, этот выбор будет правильным. И он нас с вами объединит. От себя я добавлю, что мы должны с вами не забывать, что каждый из нас с вами является творцом своей жизни, своей реальности. Поэтому очищайтесь, работайте над собой, избавляйтесь от негативных и деструктивных программ и сценарий. Наполняйте свое сердце добром, светом и безусловной любовью.